Себя и своих соседей Сергей Гуленко называют свежеиспеченными пострадавшими. В статусе обманутого дольщика мужчина всего несколько дней. На прошлой неделе застройщика высотки, где Сергей купил две квартиры с видом на море, арестовали по подозрению в мошенничестве. Хотя этим дольщикам повезло чуть больше, чем другим. Их дом почти достроен. Сейчас жильцы многоэтажки по улице Пасечной собираются объединиться и достроить ее самостоятельно. Наш дом готов на 85% на сегодняшний день. И все, что нам нужно, это у законе два лишних этажа, администрация как бы против, нужно пройти экспертизу. И отштукатурить там одну стену дома, практически вот и все. И облагородить немножко площадку. Но основной вопрос этой коммуникации. Никто не застрахован. Могу что сказать. Людям, которые хотят купить долевое строительство в Сочи или в другом городе России, не покупайте. В краевом рейтинге обманутых дольщиков и недобросовестных застройщиков Сочи уверенно занимает первое место. В 13 долгостроях квартиры ждут больше 2,5 тысяч человек. Поэтому совещание по защите прав дольщиков решили провести именно в Олимпийской столице. По словам губернатора, для Кубани, одного из лидирующих регионов по объемам строительства, этот вопрос стоит очень остро. Проблема обманутых дольщиков, это проблема не муниципальная и не региональная. Я думаю, это очень российская проблема. И поверьте, сегодня в крае заработали механизмы, благодаря сегодня позиции краевого суда, очень жестко заработали механизмы. И позиции прокурора заработали. Но решение проблем, которые мы сегодня затронули, требует не разовых акций, а системной, где-то жесткой работы. И правоохранительных органов, и органов государственной власти, и глав местного самоуправления. И искать, кто здесь больше отвечает за эту ситуацию, это бесполезно. Только все вместе, причем к ключу, мы можем ее победить. К сожалению, в вопросе обманутых дольщиков чаще приходится пожар тушить, вместо того, чтобы его не допускать, замечает Вениамин Кондратьев. И решить проблему без жестких федеральных мер не получится. Поддержку в борьбе с недобросовестными застройщиками готовы оказать в Генеральной прокуратуре. Важное значение остается за профилактикой доступа на строительный рынок недобросовестных застройщиков, своевременного явления противоправной деятельности и ее пресечения. В первую очередь речь идет о строительном и земельном надзоре. Для Краснодарского края важно иметь полный набор инструментов для контроля за жилищным строительством. И чтобы получить разрешение на новую стройку, по мнению губернатора, как компания сначала должна выполнить все обязательства перед старыми дольщиками. Сейчас регион не может на это повлиять и тратит огромные усилия на решение проблем с долгостроями. У края и у местных органов власти есть большой опыт позитивного решения этих проблем. За период с 2011 по текущий 2016 год в эксплуатацию было введено и достроено 29 проблемных домов, где квартира получила 4 335 человек. Большинство из них расположены в городе Краснодаре. Механизм достройки замороженных домов должен осуществляться только с помощью государственно-частного партнерства, а не за бюджетный счет, настаивает губернатор. Риски дольщиков и компаний, которые в принципе находятся в плоскости рыночных отношений, не должны покрываться деньгами налогоплательщиков. Естественно, необходимо ужесточать и ответственность для нечестных на руку застройщиков. У вас достаточно большое перечень, кто должен за это отвечать, но в этом перечне я не нашел самих застройщиков, которые порождают обманутых дольщиков. Я к чему призываю? К тому, чтобы ответственность недобросовестного застройщика, ответственность даже уголовная, была неотвратимой. Вот в чем вопрос. Так а другим будет уже неповадно. Преступник, мошенник должен сидеть в тюрьме. Однозначно. В том числе, если он недобросовестный застройщик. Если в проблеме с обманутыми дольщиками провести аналогию с медициной, то бороться нужно не с симптомами болезни, а с ее причиной. Так и здесь вопрос удастся закрыт только в том случае, если создать реально работающий механизм превентивных мер, а не придумывать постоянно способы достройки проблемных домов. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи.